Ребят, кого-то с победой, кого-то не могу, к сожалению, поздравить. Какие эмоции от игры почувствовали? В первую очередь к маяку, конечно. У меня к маяку нормальные эмоции. Обычные эмоции. Но, как обычно, мы начали фигово прям. Ой, извините, не буду больше ругаться. В интервью Антон просил перед игрой. Плохо начали, как обычно, наверное. Дальше более-менее включились. Антон сказал нам в перерыве, что мы очень плохи. Это прям зацензурено. Мы очень плохие. И мы начали играть, чтобы этот старый дед все-таки ушел с кубком из СФЛ. Дмитрий, к вам вопрос. Почему такой провальный второй тайм после 3-0 в первом тайме? Не знаю, почувствовали, видимо, что можем выиграть как-то. Ну, было же такое, что мы уже прям поверили в себя. И потом вот первый гол, который пропустили, ну, достаточно глупый, когда под ногой пролетел вот этот. И как-то вот он на нас повлиял. А потом, по-моему, когда 3-2, по-моему, когда... А, второй тоже такой достаточно. Ну, там ладно, скатили. Там Харченко когда в 9 дал. И вот при счете 3-2... Назим, да, смотришь, что я устал. Что я много опять говорю, Назим устает. И вот при 3-2 два момента такие очень ключевые были, которые не забили, когда вот штангу попали. И вот это вот. Вот, вот. И потом как-то вот, не знаю, что-то развалились. И все плохо. Не знаю, вот. Может, ребята сильно настроились как-то потом. Спасибо. Да, Антон, к вам вопрос лично. Что вы такого сказали в перерыве, что команда просто перевернула матч и довела дело до победы? Кстати, я удивлен. Команда реально играть начала. Я что-то сказал. Я не помню, что я говорил. Я много говорил некрасивых слов. Видимо, только эти слова мы понимаем. Играть стали намного лучше. Один только все, пропустили гол с рикошета. Круто, да, заиграем. Концовка мы. Первый тайм вообще немного гола не забили. Второй тайм 4 забили или 5? 5. 5 голов забили. Всего один ответил. Синтез. Ну, какое еще? Чего я сказал им? Я сказал, давайте забьем 5 и пропустим 1. И как видите, мы так и сделали, да. Знаете, эмоции. Эмоции после игры. Всех переполняют обычно эмоции. Быть позитивные, негативные. У кого-то там бабочки в животе. У кого-то еще где-то там чешется что-то, да. Там где-то свербит. Кто-то что-то сказать хочет. Например, вы идете на третьем месте. Вроде ни на что не претендуете. Выигрываете 4. Какой счет был тогда? 4-3? 5-4? И ты там вроде здоровый, да, пацан, 20 лет. Как его зовут? Как его зовут? Максим? Фамилия? Максим Петренко тебя зовут. И ты позволяешь себе. Ты ни на что. Это что? Это лига чемпионов у тебя? Это у тебя финал какой-то? Нет. Это просто матч. Просто матч на стадионе. Со старыми пердунами. Ты, если бы обыграл, тут гордиться-то особо нечем. Ты не обыграл. И ты забиваешь гол, идешь и гратишь на все поле. Вынимайте, с***. Вынимайте, я, я лучше. Похоже на ложь, по-моему, не могу, нет? Ладно, ну вынимай, вынимайте, вынимайте, с***. Или вынимайте, с***. Ну, если ты не слышал, значит, ты игрок синтеза. Тут по-другому никак. Это ни забы не услышать. И потом, ну, конечно, я некрасиво поступил. Когда мы выигрывали, там, 5-4, я ему кричу, вынимай, вынимай. И человек начинает злиться. Почему ты злишься? Если ты кого-то провоцируешь, если ты кого-то там пытаешься оскорбить, задеть, будь готов, что и тебя будут так же. Тебе не будут в жопу целовать. Тебе 20 лет, и ты после игры, ты не хочешь. Ты уходишь, ты толкаешься, пихаешься, говоришь, я ухожу. Я, я, все. У тебя был шанс, я ухожу. Ну, типа, это смешно. Эмоции негативные. Мы выиграли, неприятно. Типа, вот это то, что ко мне там подходили челы какие-то. У меня негатив только к одному человеку, у которого вместо головы, там, ну, в голове, там, обезьянка с этим барабанами стучит. Типа, о чем ты думал? И это мне непонятно. То есть супер некрасивый поступок. Вот, дальше как хотите, что хотите, то делайте. К игрокам синтеза вообще никаких претензий. Кого я срубил? Я сразу говорю, я поднял его и сказал, извини. Там всем было понятно, что я этот фол делал. Не будет, что мне неприятен человек, а будет, что он бежит, гол мне забивает. Чтобы он гол не забивал, я его срубил и извинился. Все, все, моя точка зрения. А чел, который валяется, тут кувыркается, ноет. Есть же камеры, те же на камеру снимают. Там и твои крики, то все там есть, чел, ну в чем ты. Все это есть на камере. Че? Надо заканчивать туда интервью. Так, нет, давай еще один вопрос к Андрею. Андрей, как сохранить концентрацию и вытаскивать несколько таких мячей? Да, на последней минуте были пару моментов, где ты прям выручил. Как ты сохранил такие ворота в целости? Просто дома меня ждет девушка. Она сказала, если вы проиграете, ты опять приедешь злой, я тебя уничтожу. Не будешь ночевать дома? Не будешь ночевать дома, она сменила бы замки. Вот пока я еду до дома, хотя ехать 5 минут. Вот, поэтому я подумал, что, наверное, стоит отбить этот мяч. И чтобы потом в интервью Дмитрий Литковский меня не опускал. Дима, когда начнем забивать? Я лично или команда когда? Ну, сегодня не получилось, сегодня пытался опять в роли ассистента быть. Вот, тоже не получилось в этом плане. Вот так вот. Ну и зачем Андрею забивать? Я же когда-то в интервью сказал, что не буду забивать маяку. Вот вы обнялись в тему вообще. СФЛ это территория добра, мира между командами. Все, закончили интервью, спасибо.